Девочки, мальчики, всем привет! Сегодня приготовим воздушные, 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 сочные котлетки. Всего килограмм курицы, ребятки. Получаются сочные, вкусные, воздушные и очень ароматные. Смотрите, вот котлетка, да, ребятки, видите, вот она котлетка, вот она. Смотрите, она вся пропеченная, она вся пропеченная, видите, и вот так ее вкусненько, ребятки. Так вот с соусом, с кетчупом, ребятки, это очень вкусно. Все, ребятки, гоу-гоу, поехали готовить. Это реально очень вкусно и быстро. У меня идет куриное филе, грудка куриная. Ребятки, вы можете взять любую часть курицы, даже ноги, выбрать там мясо и приготовить. Куриное филе, смотрите, котлетки не получатся сухими, они будут сочными. Не важно, что это куриная грудка. Берем любую часть курицы. То есть, как вам нравится. Вот так. И полосочками, вот так, кубиками все. Вот так. Опять. Теперь я все это мясо, видите, вот оно какое, ребятки? Видно, да, какие кусочки? Я его перебиваю ножом. То есть, вот так, ребятки, смотрите. Это все делается очень быстро. Вот так. В принципе, можно перекручить через мясорубку, но мне нравится, чтобы были вот эти вот кусочки. Кусочки, чтобы были. Вот так. Это все делается очень быстро. Видите, сразу видно, да, какое здесь мясо и какое здесь. Вот разница. Вы можете так не делать. Но мне нравится, чтобы были. Тут тоже, видите, кусочки есть. И вот так, небольшими порциями перебиваем всю курицу. Тут делов, ребятки, ну, 3 минуты это максимум. Вот такая красота, ребятки. В чашку. Теперь берем соль, пищевую, ребятки, соль, солим по вкусу. По вкусу, так и напишу. Под видео в описании будет рецепт. Будет мало, я добавлю соли. Добавляю сюда сахарок. Ну, вот чайную ложечку вы можете не добавлять. Это для вкуса. Кому нельзя сахар, можете не добавлять. Это не вот прям там, вот прям так вот, что нужен этот сахар. Ну, от него будет вкуснее. Чеснок я беру сюда, ребятки. Сушеный. Вот чайная ложечка сухого чеснока. Можете добавить свежий, но сухой вкуснее. Дальше, ребятки, травки, муравки. Вы можете добавить смеси для курицы. Смеси для курицы. Я добавила итальянские приправы. Вот так, чайную ложечку, не больше. Добавлю сюда, ребятки, куркуму. Для вкуса и для цвета. Ну, вот так, пол чайной ложечки куркумы. Черный перец, горошек. По вкусу, ребятки. Вот нравится вам побольше, добавляйте побольше. Черный перец по вкусу. Мы любим черный перец. Дальше добавляю паприку, ребятки. Это сладкий болгарский перец. Он у нас, ребятки, самодельный. Мы его делаем сами. Вот, ложечка. Можно две. По вкусу, можете одну, можете не добавлять. Это уже вкус ваш, ребятки. Так, все. Теперь нужно это, ребятки, хорошо размешать. Вот так. Весь фарш размешать. Этот фарш должен постоять. Там все специи должны пожениться. Особенно гранулированный вот этот сушеный чеснок, ребятки. Тут долго не нужно. Ну, минут 10 он должен постоять. Пропитаться мясо должно. И лучше делайте вот так массаж руками, не ложкой. Чтобы вот эти, которые маленькие кусочки, в них попали специи. Вот так. Пробуйте на соль. Мало сольки, добавляйте. Но сольку я еще добавлю. Это однозначно мало. Фарш постоял 10 минут. Пропитался. Теперь, ребятки, смотрите. Добавляю сюда яичко. Куриное. Одного яичка, ребятки, вполне достаточно. Теперь сюда добавляю, ребятки, майонез. Майонез. Если вы можете заменить на сметану. Но мне нравится больше с майонезом. Смотрите, вот такие с горками ложки. Раз. Два. С горкой. О, там снизу еще было. Три. Я, ребятки, честное слово, делаю все на глаз. Три. Четыре. Давайте еще одну. Вот так пять. Пять столовых ложек майонеза. Любого, ребятки. Это нужно все хорошенечко размешать. Вот. Видите уже какой здесь цвет. Какая масса. Ребятки, аромат знаете какой? Вот. Вот этот сухой чеснок, он недорогой. Он во всех магазинах сетевых продается. Ну, так смотрите. Хватит, не хватит майонеза. По цвету. Не хватит. Достаточно. Так. И я сюда, когда мясо мариновалось, у меня 10 минут, я еще добавила соль по вкусу. Пробуйте. Так, добавляю теперь сюда, ребятки, смотрите, что. Муку. Муку. Ложка. Варите горка. Стряхиваю. Ну, тоже горка. Две. Три. Четыре. Давайте пять. Потом я взвешу, скажу, сколько здесь остаток. У меня вот здесь было 200 грамм, я потом отминусую. Все. Добавила муку. Видите, вот оно что. Мало будет, еще добавлю. Все на глаз. Вот, на глаз, ребятки. Так. Еще можно муки добавить. Так. Так, и добавляю, ребятки, воды. Воды тоже на глаз. Набрала литр. Потом скажу, сколько у меня ушло на эти котлетки. Если вы добавили очень много воды, прям много, да, можете добавить муки. Если у вас получилось прям густое, вы добавляйте воду. И также регулируйте соль. Это же курица была полуживая, ребятки. Обезвоженная. Мы же ее как ножом кирдыкали. И она сейчас себя, знаете, как хорошо влагу впитает. Плюс еще здесь мука. Вот, видите. Вот такое тесто. Должно получиться. Воды у меня ушло на это 200 миллилитров. Вот, видите, мерный стакан был литровый. 800 осталось. И теперь, смотрите, непосредственно перед жаркой, чтобы котлетки, ребятки, получились пышные, как мячики. Воздушные, сочные, я добавляю сюда, ребятки, пищевую соду. Добавляю чайную ложку. Она в котлетах чувствоваться здесь не будет. Не будет чувствоваться. Хорошо нужно размешать. И можно сразу же, ребятки, жарить котлетки. Все. Видите, консистенция? Есть вот эти вот кусочки куриные. Сейчас начнет сода играть. И начнем жарить. Хорошо вымесить надо. Сода здесь не чувствуется. Все, ребятки, тесто готово. Разогреваем сковороду. Я добавляю, смотрите, немножечко масла растительного для обжарки. Не нужно делать так, чтобы котлеты плавали прям в этом масле. Немножечко, ребятки. Все. Так, сейчас, ребятки, подвину в студию, чтобы видно было, что мы тут делаем. Все. Беру ложку. Беру. Что там она? Курочка, да? Вот так вот. Сейчас, ребятки. Вот так вот, порционно, ложкой. Уже смотрите сами, какого размера вы хотите, чтобы у вас были эти котлетки. Видите, вот так вот. И добавляем сковороду. Делается это очень быстро. Вот. Отять. Вот так вот. Видно, да? О, шандерман, ребятки. И вот так вот все сюда. Так, отять. Вот так. Вот так вот. Отять. Видно? Можете делать большие, огромные. Можете делать вообще маленькие. Это по вашему вкусу. Так, отять. Вот так вот сюда. Отять. Огонь у меня такой вот, ребятки, выше среднего. Вот так вот. И сюда. Вот так вот. Видно? Видно. Видите, они уже вон там отходят. Все. И обжариваю я пока с одной стороны. Огонь вот, ребятки. Видите? Все. Жарим. Вот так приподнимаю. Смотрю, прожарились с той стороны, если. Вот так раз. Ребятки, видите? Вот так раз. На эту сторону. Сюда. Вот так вот взяли. Перевернули. Сюда. Вот так взяли. Перевернули. Отять. Сюда. Отять. Сюда. Отять серединку. Вот это. Сюда. Видите, какие они воздушные уже? Сейчас, ребятки, подождите. Сейчас крышка сделает свое дело. И вот это вот сюда. Отять. Все. Теперь делаем огонек поменьше. Сейчас покажу. Вот так. Поменьше. Ой, ребятки, они уже вот такие, как пончики. И накрываю крышкой. Все. Жарю на медленном огне под крышкой. Открываю. Проверяю. Ребятки, запах стоит вот просто обалденный. Смотрите, какие они воздушные. И можно опять вот так перевернуть и с этой стороны еще раз. Ну, сколько? Ну, минут пять они жарились с той стороны. Видите, вот они. Они вот. Не прилипают совершенно. Видите, вот. Они как губка. Как губка. Вот. Видите? Как губка. Смотрите, какие. Пружинистые. Вот. Не резиновые. Они сочные. Сочнейшие. И еще минутки три покормить с этой стороны. Тоже, ребятки, под крышкой. Чтоб серединка пропеклась. Все. Готовы? О, прилипло. Вот, смотрите. Вот такие получаются котлетки. Их делать очень быстро. Они получаются прожаренные. Ребятки. Их получается много. Видите? Вот, даже вот кидаю на тарелку, смотрите. Их получается очень много. И они получаются очень ароматные, вкусные. За счет вот этого вот гранулированного. Гранулированного. Го-го-го. Чеснокка. Вот. 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 И все. На эту же сковороду. Ой, а что так мутно, ребятки? На эту же сковороду огонек побольше. Вот так. И так же сюда, вот так, ложкой. Ложкой. Поближе делайте. Можно сразу на двух сковородках, сковородках сделать. Делайте поближе, потому что они не пролипают, ребятки. Запах на весь дом. Как будто, знаете, запах наггетсов. Вот чем. И получается много, да? Казалось бы, килограмм куриного фарша. Мяса, да? И сколько получается много котлеток. Этот сюда, вот так, раз. Как пластилин. Все. Обжариваем с этой стороны. Потом переворачиваем. И под крышку. Вот такая вкуснятина. Все. Теперь опять берем. Ребятки, нужно посмотреть. Подглядываем вот так. Чуть-чуть там с той стороны. Вот. Все. Поджарилось. Обязательно подглядывать. Не надо доводить с той стороны прям до черного цвета, да? Мы же все равно два раза будем их переворачивать. Вот так вот. Быстренько они. Видите, вот они. Они не прилипают. Они послушные. Они воздушные, ребятки. Это вот. Не надо их до черного цвета жарить. Они пропекутся. Они у вас, самое главное, под крышкой они у вас томятся, ребятки. Все. Видите, вот. И крышечка. Крышечка. Огонек поменьше. Вот так. Томим под крышечкой, ребятки. О. Слышите? О, началась дискотека. Открыла крышку. Еще раз перевернула, ребятки. Еще раз. Потому что, видите, я их делаю такие они у меня. Крупные. Они у меня такие с горкой. И чтобы внутри каши вот этой малаши не было. Видите, какие они воздушные? Смотрите. И они у вас никогда в жизни не прилипнут. Даже к самой, самой вредной сковороде. Это переворачивала, нет, ребятки? Не помню. Ладно. Вот так вот. И вот этот, да, маленький? Не переворачивала, вроде бы. Заговорилась, ребятки. И опять под крышку. Огонь вообще там, ребятки, еле-еле дрожит. И еще, ну, пару минуточек потомиться. Готово. И смотрите. Вот. Видите, как они кидаются, ребятки? Вот. Вот. Как мячики воздушные. Пружинные. Вот. Все прожаренное. О! И у меня, смотрите, там 15 котлеток. 15, ребятки. 15. Смотрите. Посчитайте. 15. Видите? А у меня еще сколько здесь начинки? Все. Дубль 3. Также огонек побольше. Где он там? А 5? Ну, не сильно. Не сильно. А то они быстро готовятся, ребятки. Это очень быстро приготовляется все. И вот так. А 5? А 5? Можно делать чайной ложкой. Можно делать пипеткой, ребятки. Как вам нравится. Можете вообще взять все это, вывалить на одну сковороду и перевернуть. Ну, я не советую, ребятки. Вот так. Ну, я думаю, 30 штук будет у меня. С одного килограмма. Видите, как много? Много. Где они там у меня? Вот они. Сколько у меня тут на сковороду уходит? Вот так двигайте. Потому что места много. Они не прилипают. Вот так. Вот так. И сюда еще поместится вот так вот. Видите? Сюда. Вот так. И сюда, наверное, парочка. Ну, в принципе, можно было и не делать, потому что фарша вон сколько остается. Все, ребятки, готово. Готовая эта сковородка. У меня осталось еще. Еще, еще, и еще. Вот такие вкусные воздушные котлетки. Видите? Последняя партия. Если у вас мало масла, подлейте чуть-чуть. Но масла здесь много, не нужно. Видите? Тут полу... Полу-сковородка такая. Хотите, делайте. Добавлением побольше масла, но не нужно. Кстати, под котлеты всякую там салфетку, кухонное, бумажное, полотенце не нужно. Потому что они не впитывают так масло. Вот так. Все. И тут еще на одну маленькую котлетку. Вот так. Все, ребятки. Потом покажу, какие они получаются внутри. Вот. Вот. Все. Ребятки, все готово. Все готово. Наши мячики готовы. Видите? Вот. Готовы, ребятки. Получилось 30 штук. Очень вкусно, очень сочно. Обязательно добавляйте сюда чеснок. Вкусно будет, когда чеснок гранулированный, да? Сухой. И добавьте сюда обязательно вот эту куркуму. Она придает очень вкусный такой вот. Прям вкусный-вкусный вкус. Смотрите. Котлетки. Все внутри пропеченное. Ничего сухого нет, ребятки. И вот вкусненько вот так вот. Макашечка. Соус. Кетчуп. Можно гарнир. Мы сейчас отвариваем макароны, ребятки. Ммм. Вкусно. Даже смотрите. Видите вот это, да? Казалось бы, кажется, он не пропеченный. Ребятки, смотрите. Все готово. Очень сочно. Очень вкусно. Готовьте. С такого количества курицы получается столько много котлет. И это очень вкусно, ребятки. Все, ребятки. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Готовьте нам радость. Это, ребятки, очень-очень вкусно. Всем пока-пока, ребятки.